Добрый вечер! Вы смотрите новости телекомпании САМПО в студии Наталья Порукова. И сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. Беженцы из Украины обживаются в Петрозаводске. Получают необходимые документы для жизни и работы в России. Знаю и запах колодок, и бессонные ночи, и сдачу экзаменов по технике безопасности. Первое воскресенье августа – день работника железной дороги. Глава республики поделился своим опытом работы в РЖД и поздравил железнодорожников с их наступающим профессиональным праздником. Гражданин, собирающийся выезжать за границу, должен как минимум за две недели прийти и оплатить эту задолженность. За границу с долгами не выпустят. Судебные приставы Карелии рассказали, что нужно делать, чтобы ваш отпуск не закончился у стойки паспортного контроля. Белые ночи, невысокие зарплаты и новый вынужденный переезд. Трудности, с которыми сталкиваются переселенцы из Украины. Но, несмотря ни на что, возвращаться назад беженцы не планируют и вовсе обживаются на новом месте. Часть документов, позволяющих им спокойно жить и работать в Карелии, они уже оформили. Наш корреспондент Алиса Агранович пообщалась с одной из украинских семей, переехавших в Карельскую столицу. Наталья, ее мать и двое детей прилетели в Петрозаводск две недели назад. Документы первой необходимости они уже оформили. Теперь нужно найти подходящую работу. Справку на временное убежище нам сделали. Страховой полис должны сделать ИНН, идентификационный номер налоговой, чтобы мы пошли свободно работать. Так как со справкой по временному убежищу нам можно работать без разрешения на работу. Сейчас конкретно нами занимается центр занятости. Девочки молодцы, подбирают вакансии. И вот сегодня только я была утром у них на приеме, распечатали мне 10 предложений, по которым я буду звонить, искать реальную работу. А что вам предложили? Предложили от администратора до кассира. Вакансии беженцам предложили. Правда, зарплаты от 10 до 12 тысяч в сочетании с ценами на квартиры Наталью не порадовали. Сейчас жильем беженцы обеспечены. Часть из них по-прежнему живет в кадетском корпусе, другую сегодня переселяют в общежитие колледжа предпринимательства, где беженцы также будут обеспечены питанием. А вот помыться, посоветовали до отъезда. Горячей воды на новом месте пока не будет. Там идет ремонт. Но, несмотря на все эти сложности, Петрозаводск украинцам нравится. Мы с дочкой ходили на пляж, мы ходили пески. Красиво, очень понравилось. И Крым не надо. И вообще красивые места, природа. И люди очень хорошие, добрые, отзывчивые люди. Возвращаться обратно в Украину в семья Наталья не собирается. Осенью дети пойдут в местную школу. А пока ее старшая дочь уехала в лагерь Костомукша, по путевке, которую предоставила финно-унгорская школа. Зимы Павловы не боятся. В Донецке тоже бывают сильные морозы. А теплые одежды их обеспечили. Жители Карельской столицы продолжают собирать гуманитарную помощь. Возгубелым ночам приходится привыкать. Когда детей кладешь спать, говоришь спокойной ночи или пора ложиться спать, оно светло, они не понимают. Организм все равно знает свое, что нужно спать ложиться, поэтому засыпаю. Семья Павловых хочет поскорее получить российское гражданство. Для этого они подали заявку на участие в государственной программе по переселению бывших соотечественников. По ней можно получить гражданство в течение трех месяцев и подъемные 20 тысяч рублей. В ближайшее воскресенье по всей стране проводники, машинисты, инженеры и не только отметят свой профессиональный праздник – День железнодорожника. В Карелии в этой сфере трудятся более 10 тысяч человек. Лучших из них в преддверии праздника наградил лично глава Карелии. На церемонии в Национальном театре побывала наша съемочная группа. Ура! Ура! Коллектив Октябрьской железной дороги – самый большой в Карелии. Он насчитывает 10,5 тысяч человек. Среди достижений этого года – запуск «Ласточки», улучшение сообщения с Москвой, достижение рекордных результатов по грузоперевозкам щебня. Это все благодаря коллективу. Один человек эту работу не сможет делать. Кто смотрел чемпионат мира по футболу, когда играет команда, это приносит большой результат. Отдельные профессионалы не могут до того эффекта, как это делает команда. Главные ценные железной дороги – люди, готовые на многое ради результата. Железнодорожник – человек, который готов принести себя в жертву ради достижения результата. Мы, особенно женщины, жертвуем семьями, временем, здоровьем. С праздником железнодорожников поздравил глава Карелии. Он вручил грамоты лучшим работникам. Вспомнил и свой небольшой опыт работы на железной дороге. В молодости он пять лет трудился проводником. Знаю и запах колодок, и бессонные ночи, и сдачу экзаменов по технике безопасности, прежде чем тебя возьмут в этот стройотряд. И тот праздник, который праздновался и в советские времена, первое воскресенье августа, безусловно, был величайшим праздником, консолидирующим сотни тысяч людей, работающих на железной дороге. Праздничный концерт – одно из мероприятий, посвященных празднованию Дня железнодорожника. Торжества будут продолжаться всю неделю. Карельские единороссы собрали 3970 подписей за отмену июньского решения Горсовета, разрешающего розничную продажу алкоголя в 10 метрах от детских учреждений. И сбор подписей, не согласных с этим постановлением, единороссы продолжат вплоть до следующей сессии Петросовета. Представители другой партии ЛДПР считают, что в борьбе за здоровье и безопасность детей важен и другой аспект – не только на каком расстоянии от детских учреждений находятся магазины, а и то, кто там работает. Ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетнюю в принципе должна быть усилена. Если подростку продали спиртное, то отвечать за это должен и продавец, и владелец торговой точки. В советские времена был хороший лозунг о том, что лучший контролер – это совесть пассажира, когда речь шла о перевозках на автобусах. Я думаю, что если мы будем говорить о продавцах спиртного, то, наверное, этим же лозунгом нужно руководствоваться. ЛДПРовцы уверены, что правоохранительные органы должны усилить контроль за продажей алкоголя. А кроме того, предлагают поднять возрастную планку для тех, кому разрешено продавать спиртное с 18 до 21 года. Свои инициативы ЛДПР вынесет на сентябрьскую сессию Карельского парламента. 190 тысяч россиян не смогли выехать за границу в первом квартале этого года из-за долгов. Судебные приставы напоминают, чтобы не испортить отдых, нужно оплачивать штрафы, коммунальные счета или алименты вовремя, и перед отъездом не лишний еще раз убедиться, что вас нет в черном списке должников. О том, как это сделать и какие меры предпринять, если на вас висит уже оплаченный долг, расскажет наш корреспондент Алена Сянти. Если вы задолжали не менее 10 тысяч рублей по банковскому кредиту, алиментам, коммунальным платежам или штрафам ГИБДД, будьте готовы к тому, что ваша поездка за границу не состоится, потому что ваше имя внесут в черный список. Даже если вы все оплатите прямо на границе, вас через нее не пропустят, ведь снятие запрета на выезд – процесс долгий. Гражданин, собирающийся выезжать за границу, должен как минимум за две недели прийти и оплатить эту задолженность, чтобы судебный пристав исполнитель мог вынести соответствующие документы и направить в пограничные службы для исполнения. Есть только два случая экстренной отмены запрета – смерть близкого родственника за рубежом и неотложное лечение за пределами нашей страны. За благовременно получить полную информацию об имеющихся задолженностях может каждый. Для этого достаточно зайти на сайт службы судебных приставов, в раздел «Банк данных исполнительных производств» и выбрать вид поиска. Затем вводите имя и фамилию. Нажимаем кнопочку «Поиск» и перед нами появляются результаты поиска, где вы увидите номер исполнительного производства, дату его возбуждения, отдел судебных приставов, в котором на исполнении находятся данные исполнительного производства, ну и контакты реквизита самого пристава исполнителя. Если обнаружите данные о неизвестных долгах, не паникуйте, а внимательно изучите информацию. Может оказаться, что принадлежат они вашему тезке. Сверьте дату рождения, она совпадает крайне редко. Если же вы долг оплатили, а в базе данных он по-прежнему висит, звоните приставу-исполнителю. Кстати, оплатить долги можно все на том же сайте службы судебных приставов с помощью электронных сервисов. Ограничения на выезд эксперты называют эффективным способом борьбы с должниками, благодаря которому в 2013 году удалось вернуть 8 миллиардов рублей. По оценкам Национальной службы взыскания, в текущем году не смогут выехать за границу более 500 тысяч россиян. В зоне риска в первую очередь должники по кредитам наличными и автокредитам. А теперь к другим событиям в республике. Власти Петрозаводска решили не проводить в этом году школьную ярмарку, поскольку мероприятие не пользуется популярностью у населения, а следовательно и сами торговые предприятия не хотят в ней участвовать. Кроме того, отмечают в городской администрации, гипермаркеты Петрозаводска в преддверии нового учебного года предлагают более интересный и разнообразный ассортимент товаров. Тем не менее, в мэрии не исключают проведение школьной ярмарки в следующем году. К началу лета общая сумма задолженности по кредитам в Карелии превысила 51 миллиард рублей. Из них более 4 миллиардов приходится на просроченную задолженность. По данным Федеральной службы государственной статистики, львиная доля кредитных долгов свыше 28 миллиардов рублей составляют финансовые обязательства населения республики. Иными словами, жители Карелии набрали кредитов на сумму, сравнимую с объемом регионального бюджета, отмечает деловая интернет-газета «Вести Карелии». РЖД готовы запустить специальные вагоны для курильщиков в поездах дальнего следования. Об этом известием рассказал вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков. По его словам, вагоны для курильщиков будут отличаться улучшенной системой вентиляции и большей ценой билета. В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников сообщил, что поправка в антитабачный закон, позволяющий курить в поездах, может быть принята осенью. В Петрозаводске в течение пяти дней проходит ленд-арт-фестиваль «Карелфест», участники которого создают арт-объекты из природных материалов на тему дерева. Завтра, 31 июля, в последний день фестиваля, в 16.00 в сквере поймы реки Лососинки, состоится торжественное открытие скульптур. Художники из Карелии, Санкт-Петербурга и Финляндии представят свои работы, выполненные из карельского камня, из дерева, стекла и сена. По словам волонтера фестиваля, все выполненные работы антивандальные, предполагается, что они останутся в Петрозаводске навсегда и будут украшать сквер. В год 300-летия знаменитой Преображенской церкви на острове Кижи летняя детская музейно-этнографическая школа примет рекордное количество групп школьников за все время своего существования. В планах музея сделать летнюю школу более доступной для ребят со всей страны. Эту инициативу поддерживают и депутаты Карельского парламента. Подробнее расскажет Максим Смирнов. Детская летняя музейно-этнографическая школа на Кижах находится в деревне Ямка, в этом старинном доме. Она принимает с мая по сентябрь примерно 20 групп детей. 14-17 человек в смену. Смена длится 6 дней. Скучать здесь не приходится. Дети ходят на экскурсии, участвуют в праздниках, слушают лекции, рисуют. Эти ребята с эколого-биологического центра Санкт-Петербурга просто очарованы природой Кижей. Сегодня прородилась смена цвета воды в Онежском озере. То она такая очень синяя, то спокойная, и все в ней отражается. Нравится здесь природе, вот этот простор души. То, что вот если не смотреть на здание, смотреть на озеро, если там ничего, то вот просто как будто бы в полном одиночестве, и это очень здорово, не знаю. Очень радует, что можно вот отдохнуть именно в деревне. Ну, в городе немного напряженно, просто сама по себе. Сюда приезжают дети со всей России. Надо написать проект и победить в конкурсе. И потом здесь также нужно подготовить свой проект, а в конце смены его защитить. В этом году много работ и конкурсов посвящено 300-летнему юбилею Церкви Преображения Иисуса Христа, которая сейчас реставрируется. Дети, каждая группа выбирает свой купол в этой церкви. И у каждого купола еще своя загадка. В этом конкурсе принимают участие группы летней школы и летнего университета. Поэтому такая общая будет церковь, которая в конце будет таким подарком, нашим подарком Преображенской церкви. В настоящее время возможности школы принимать больше детей, увы, ограничены. В ходе недавней поездки на остров депутат Карельского парламента Ирина Петеляева предложила рассмотреть возможность расширить летнюю детскую школу на острове. Очень грустно, что этот лагерь всего шестидневный. И большая половина все равно это дети со всей России. Поэтому мы надеемся, что поддержат нас все депутаты Законодательного собрания Республики Карелия. Мы считаем, что каждый школьник Республики Карелия обязательно должен побывать в этом святом месте. Обязательно должен посмотреть это памятное место, именно музей-заповедник Кижи. Ирина Петеляева входит в общественный совет по управлению и развитию объекта всемирного наследия Кижский Погост. И намерена предложить рассмотреть вопрос развития летних детских образовательных программ на Кижи на ближайшем заседании совета. Российская спортсменка Людмила Попова готовится к заплыву через Ла-Манш. Для тренировок москвичка выбрала наше Онежское озеро. И в минувшую субботу пловчиха преодолела 27 километров в 700 метров за 9 часов 40 минут. Свой заплыв она посвятила участникам других соревнований, которые прошли в столице Карелии в тот же день. 15 человек из Петрозаводска и Санкт-Петербурга решили выяснить, кто самый быстрый на открытой воде. Затем, как готовились участники к заплыву и в чем его отличие от состязания в бассейне, узнала Алена Сянти. У пирамиды каждый кричит свой номер, либо его показывает. Мы вас отмечаем, вы уходите опять же на белый буй, справа, в руку. Пловцы из Питера и Петрозаводска готовятся к заплыву на Онежском озере. Каждый выбрал дистанцию по силам – 2,5, 5 или 10 километров. Среди участников нет любителей, все принимали ранее участие в подобных стартах. Умение плавать только в бассейне не годится, потому что на открытой воде все сложнее. На открытой воде действительно сталкивается пловец и с внутренним бескомфортным, и с тем, что волна. Необходимо крутить головой, подстраиваться под волну, уметь изменить технику. Ну, я думаю, почти все будут плыть в вольный стиль, то есть кроль, потому что он самый быстрый, ну и на длинной дистанции, при этом экономичный. Правильное питание и подходящая гиперовка также увеличивают шансы на победу. Гидрокостюм специально для плавания помогает и в холодной воде поддерживать температуру тела, и придает плавучести телу, то есть полегче все-таки плыть так. На таких, в общем-то, длительных соревнованиях в любом случае какая-то диета нужна. Ну, сегодня день начался с тарелки овсяной каши, вот бутерброд и все. Ребята, которые плывут 10 км, ну, км, все-таки часть пути на своих силах, а часть пути потом через каждые полчаса, видимо, будут подкидываться. А у вас какой-то допинг есть? Ну, понежная вода. И не раз ли бы не у нас. Среди 15 участников одна единственная девушка, которая заявила о желании преодолеть 5-километровую дистанцию. Мне 30 лет, плаванием занимаюсь серьезно год. Будете соревноваться с мужчинами? Нет, мне главное доплыть. На старту пирамида на набережной участники вышли вместе. Маршрут одинаковый у всех. Вдоль набережной, потом до Буйков и обратно. Только вот количество кругов разное. Все готовы? Внимание! Марш! Петрозаводчане Михаил Артемев и Даниил Харьков завоевали две бронзы на дистанции 5 километров. А наш земляк Сергей Антонов был вторым на дистанции 10 километров. Золото в этих двух заплывах досталось питерцам. А вот 2,5 километра проплыл всего один участник, который стал победителем. Им оказался еще один карельский спортсмен Игорь Шевчук. Первые заплывы на Онеги состоялись в 1933 году. С развалом Союза традиция канула в лету. Возродили ее только в прошлом году. И это все новости к этому часу. Смотрите нас также в интернете по адресу sampa.tv. Я, Наталья Порукова, с вами прощаю. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова